приветствую всех на канале монолит двери и сейфы здесь мы говорим о дверях о сейфах защитной фурнитуре и сегодня у нас на обзоре сейф монолит стандарт сегодня о нем мы поговорим поговорим о его конструкции о типе этого сейфа а его замке типе этого замка о характеристиках до такого сейфа о том как он монтируется на объекте и что входит в стандартную стоимость такого изделия конструкция данного сейфа это железобетонная конструкция внешний лист 5 миллиметров внутренний лист 3 миллиметра что касается запирающих механизмов и замков перед ними установлен 12 миллиметровые каленые пластины ригели выполнены из нержавеющей стали сейф со стороны петель установлены два противосъема антистреза тоже огромного формата при закрывании при закрывании антисрезы входят со стороны петель скажем так в условную коробку сейфа и даже при срезании петель ничего не происходит то есть вынуть дверь никаким образом не получится значит закрывается сейф то есть привод от ручки то есть как стандартная компоновка в сейфах это то есть ригельная система при выходит приводится в действие при помощи ручки штурвала блокируя разблокировка замка происходит уже на клавиатуре замок стоит электронно кодовый что очень удобно скажем так в особенно в условиях квартиры офиса очень удобно с точки зрения что не нужно носить ключи огромного формата так как толщина дверцы большая то есть и ключи по факту были бы там порядка 12 сантиметров в длину то есть это очень много то есть занимает место в кармане и люди как правило начинают его где-то прятать то есть но условно стоит сейф скажем так под столом и в шкафу стола лежит ключ от этого сейфа поэтому вся секретности как бы сводится к нулю к нулю и кроме этого имея ключи то есть получить доступ к личам можно сделать скажем так фотографию слепок и тем самым уже то есть подготовив несколько вариантов там скажем так с небольшим как бы шагом нарезки ключа можно прийти скажем так вот такой сейф открыть в электронно кодовом замке такого нет поэтому по умолчанию в сейфе монолит стандарт устанавливается электронно кодовый замок что касается вообще комплектации то есть как я уже сказал сейф комплектуется электронно кодовым замком ридельной системой ручкой в данном случае это американская луч ручка лагард что как бы которая очень хорошая по качеству по внешнему виду установлены подшипниковые петли нашей фирменной компоновки то есть которые уже начинают эту компоновку за нами повторять но тем не менее мы первые то есть начали применять вот такую развесовку то есть по петле что распределяет как бы вес ну то есть данном скажем так формате сейфа это не так актуально дверцы весят относительно немного но если говорить о больших сейфах то площадь сопряжения петли то есть она у ну относительно небольшая то есть с весом дверцы то вот это вот эти вот распределительные пластины позволяют более грамотно и плавно разместить вес крышки сейфа стоимость сейфа входит доставка монтаж по киеву что такое доставка и монтаж это и при условии то есть не ручного подъема то есть это если лифт при условии того что скажем так по квартире там но не нужно будет его как бы проносить над головой где-то там на какие-то скажем так в какую-то там кладовку то есть нести его над головой то есть при слове того что как бы проедет наша специальная тачка там у нее ширина надеюсь я не ошибаюсь 60 сантиметров то есть но она сделана узко то есть для того чтобы в самые узкие двери то есть там либо 59 58 сантиметров чтобы иметь возможность как бы заехать самые как бы такие узенькие двери поэтому в стоимость ходит доставка на объект доставка на место получается монтажа и монтаж как правило на один анкер 16 диаметра иногда мы дублируем анкера то есть но крепление под анкера почему потому что иногда приходится но бывает так что идет какая-то либо разводка теплого пола разводка там какие-то коммуникации идут то есть и нет возможности как бы вот именно этот анкер применить то есть таком случае там выбирается другое отверстие с каким-то смещением и в него крепится что касается боковые крепления там либо задних то есть мы принципе и пола там редко так бывает но такое часто бывает что закрепить скажем так просверлить отверстия под анкер и при этом мы попадаем там в условную арматуру то как бы ну дальше сверление то есть но не нельзя проводить поэтому в таком случае скажем так используется вот эти вот вспомогательные отверстия которые бывают акту в данном сейфе то есть отверстия 2 то есть но подкрепление хотя принципе должно было быть одно но на всякий случай страховочно установлено второе что касается формата сейфа данный формат вот именно такой размер сейфа почему он был выбран и почему он как бы мы его взяли за стандарт вот именно включили монолит стандарт вот такого размер что такое этот размеру как мы видим вот это самое его скажем так узкое место куда проходит она точности повторяет папку корона то есть это папка в которую входит листа 4 с подшивкой то есть все как именно чтобы но не просто листик там как-то боков засовывать естественно так выложить папку то есть навряд ли вы будете то есть таком положении поэтому здесь предусмотрена специальная система крепления полок в которой сейф поставляется с одной полкой в которую то есть вы выставляете на любой удобной высоте полку и будете эту папку корона ложить скажем так туда на полку вот в таком вот положении то есть вот такое положение как раз будет к но при этом при необходимости вы можете вынуть полку и папки корона сложить туда и скажем так подальше а здесь уже хранить какие-то ценности там оружие то есть этот вариант тоже но возможен то есть это размер очень универсальный поэтому именно был выбран такой размер по глубине сейфа по глубине то есть почему вот именно был выбран такая глубина сейфа по той причине потому что вот если мы возьмем и закроем наш замочек нашу дверь вернее закроем то есть то мы получаем вот этот размер порядка сорока пяти сантиметров то есть для того чтобы можно было его установить в гардеробную до в шкаф-купе то есть даже все образы там под стол поставить еще то есть 50 сантиметров это самый минимум как правило который вообще где-то скажем так применяется то есть допустим плечика для того чтобы вешать одежду она 50 сантиметров поэтому на любой шкаф он будет иметь глубину вещевой шкаф он будет глубину иметь не менее 50 сантиметров внутри сейф со всеми выступающими элементами 45 поэтому вот этот сейф очень универсальный как по внутреннему размеру и он очень универсальный по внешним размерам высоту делать больше конечно можно то есть но как я уже показывал полезный объем у данной модели сейфа то есть он очень удобный то есть и больше его как правило в среднем не надо не надо как для офиса небольшого то есть примеры для хранения особо ценных скажем так документов и денежных сбережений так и для квартиры в которой можно также то есть хранить все самое ценное поэтому данный формат сейфа самый оптимальный теперь поговорим о системе запирания сейфа стандартного монолит значит блокировка производится электронно-сейфовым блокиратором каба мауэр что такое электронно-кодовый блокиратор это замок который установлен внутри сейфа то есть внутри то есть он может установлен быть любой в любом как бы месте здесь нет ключевого отверстия то есть которая но относительно которого можно понять расположение сейфового блокиратора поэтому он расположен расположен в любом месте нашей крышки и защищен 12 миллиметрами каленого металла вот исполнительная панель в которой кстати установлена батарейка которая меняется с внешней стороны то есть не внутри если просела батарейка вы снимаете панели заменяйте батарейку и дальше все прекрасно работает вот эта исполнительная панель в ней набирается код и она уже передает сигнал вовнутрь то есть на сейф на сам блокиратор на замок который я повторяю установлен скажем так в рандомной точке двери дверцы и он происходит разблокировка то есть разблокировка этого сейфа блокиратора сейфа блокиратор он блокирует ручку то есть здесь допустим открытие ручку то есть не введя правильный код то есть ригельная система она заблокирована теперь дальше мы идем то есть мы производим правильный набор кода ригельная система ригельная система которая уже приводит в действие ригеля замков то есть который выполнены из нержавеющей стали. Ригельная система работает в три стороны, то есть в боковую сторону, вверх и вниз. Со стороны петель установлены эти срезы огромного формата противосъема. Это на вопрос того, что там видимые петли, если срезать петли. Если срезать петли, абсолютно ничего не произойдет, так как вот эти вот огромные ригеля, они входят пассивно, входят со стороны петель. Возвращаемся к замку к ригельной системе. То есть данный тип замка электронно-кодовый на самом деле является самым оптимальным с точки зрения применения его так в квартире, так и в офисе на самом деле. Я объясню почему. Допустим, ключевой замок, как я уже сказал только что, вскользь упомянул, ключевой замок это вот ключевое отверстие и уже по нему понятно, где находится этот замок блокиратор, то есть на самом деле они тоже называются не замки ключевые, а для сейфов, а это так тоже блокировку они производят, вот этой же ригельной системы. То есть где он находится, соответственно, куда надо сверлить, куда надо бить, то есть куда надо, то есть уже стремиться, то есть просто по ключевому отверстию уже можно определить. То есть мы, мы понятно можем получить как бы да, есть сейфовые блокираторы, которые там, ну скажем так, нереальных классов, там класса С, то есть ну я уже там не говорю, то есть ну там именитых марок, то есть которые стоят там по несколько тысяч евро, то есть это понятно, но это вот такой ключ, то есть при такой дверце, то есть это вот такой вот огромный ключ, который с собой вы выносить, но на самом деле очень неудобно, то есть ну повседневной жизни, допустим, с собой носить на связке ключей еще вот такой огромный ключ, но это очень неудобно, поэтому электронно-кодовый замок в плане лучше какая бы ни была секретность у скажем так ключевого замка электронно кодовый в плане того что удобство в любом случае превосходит а вот теперь мы как бы переходим вот вы носите вот такой вот огромный ключ то есть это хорошо если вы носите его но при этом вы допустим оставив ключи кто-то возьмет сделать фотографию этого ключа либо сделает слепки и уже там подготовиться сделает там несколько вариантов то есть но там плюс-минус по высотам придет и скажем так откроет этот сейф либо второй вариант который ну как правило ты с такими ключами это скажем так под столом стоит сейф скажем так в столе лежит ключ от этого сейфа то есть но это вообще как бы полный абсурд и то есть ставить там за несколько тысяч евро даже я не говорю там за 200 евро за 100 евро там сейфы блокираторы которые принципе уже по секретности их заменяемое время то есть их никто не откроет то есть заменяемое время то есть их ну как правило нужно высверливать поэтому нас точки зрения секретности удобства надежности электронно кодовый блокиратор который устанавливаем и он скажем так по соотношению то есть вот этих всех факторов он его превосходит поэтому мы устанавливаем на свои сейфы электронно кодовые блокираторы но при этом да может быть установлено их и электронно кодовый и механически то есть такой связки да это работает и теперь мы переходим еще то есть к следующему скажем так уровню то есть скажем так замка это то насколько как бы удобно в нем сменить секрет примеру допустим если это сейф стоит в офисе то примеру допустим но возможно не один человек будет иметь доступ к этому си скажем так к содержимому сейфа и допустим в определенный момент времени какой-то скажем так человек уже не хотел бы чтобы имел доступ к этому скажем так содержимому при этом допустим мы если вы дали кому-то ключ что соответственно этот человек мог это сделать дубликат и менять скажем так замок после каждого получается после каждого работника то есть меня замок уже будет накладно то есть поэтому здесь просто-напросто сейф переводится в режим перекодировки то есть набирается 6 0 6 0 мы набрали вводим старый код в данном случае это 6 восьмерок один раз вводим старый код и вводим новый код два раза шестизначный нашем случае я введу базовый код 1 2 3 4 5 6 все то есть сейчас уже вот я произвел на ваших глазах произвел перекодировку сейфа то что может скажем так директор компании которого в кабинете которого стоит этот сейф может этот код менять то есть и говорить секретарше там примеру там мой код сказала на то что-то взяла либо что-то положила и при этом вы там скажем на следующий день уже этот код поменяли и все то есть доступа уже у секретарши не будет к содержимому поэтому и то же самое происходит скажем так если этот сейф установлен в квартире и то есть доступ там получают скажем так некоторые члены семьи то есть поэтому это тоже вот это контроль доступа его можно регулировать смена секретности с ключом такого уже не получится поэтому с поэтому пункту так теперь о том что входит стандартную комплектацию вот такого сейфа монолит стандарт в такую комплектацию входит доставка и монтаж по киеву как я уже все все что я перечислил это замки ригельной системы каленые пластины на замках полка скажем так и ригеля с нержавейки петли все это вот такой комплектации сейф доставляется к вам и теперь о доставке то есть доставка производится нашим фирменным автомобилем и на нашей специальной тачки которая была сделана как раз под не только под такие сейфы она у нас сделаны под сейфы до 900 килограмм то есть поэтому это очень мощная скажем так такое изделие которое мы сделали специально для доставок вот таких тяжелых сейфов но не таких не только таких тяжелых намного тяжелее сейфов поэтому она данный сейф то есть грузится у нас на производстве на эту тачку и заезжает прям в автомобиль к нам вот в таком положении как уже загруженном и там уже то есть подъезжая к вашему дому то есть прямо выезжает опять же на тачке стоимость включена то есть не входит ручной подъем то сейфа то есть если у вас нет лифта то это будет оплачиваться отдельно то есть стоимость входит доставка именно с учетом лифта кроме этого то есть если уже именно в квартире то есть где у вас локация будет установлен сейф то есть если это локация скажем так находится там не знаю в кладовке и нести его скажем так вот так над головой над кроватью то есть ну это не тоже не входит в стоимость. То есть тачка у нас сделана специально, максимально узкого формата, то есть она проезжает во все двери, то есть там даже самая узкая дверь 60 сантиметров, то есть наша тачка в нее проходит, она там порядка 59-58 сантиметров, поэтому спокойненько она заезжает, не повреждает пол, пороги, там все это аккуратно проезжает и уже непосредственно у места монтажа снимается сейф и производится монтаж на анкера. Стандартный монтаж на анкера это один анкер 16 диаметра, то есть его расчетная нагрузка 8-11 тонн, то есть он может, скажем так, выдерживать такой анкер, поэтому насуждение того, что, скажем так, сейф там, если он тяжелый, его не надо крепить, то есть куда его, то есть вот тяжелый сейф, а его вес порядка 200 килограмм, то есть вот этого малыша, он весит, ну на самом деле чуть больше, чем 200 килограмм, то есть и при этом его нужно крепить обязательно, то есть его нужно крепить к полу. Естественно, то есть 200, даже 300, даже 600 килограмм сейф можно докантовать до окна, выбросить его, закинуть в бус и уехать, то есть там уже разбираться с ним, какие там замки, какие ригельные системы, какие там каленые пластины, то есть, но это уже будет там, то есть где-то, скажем так, под Киевом, то есть где-то его сейф порежут, какого бы он класса защиты не был, поэтому обязательно крепление это либо в пол, то есть если есть такая возможность, либо в стены, то есть если есть капитальные стены, это боковая бетонная, там какая-то стена, стена задняя, к примеру, бывает так, что крепится и в пол, и в заднюю стену, бывает так, что в пол вообще не крепится это вот по этому поводу хотел сказать что бывает так что идут теплые полы система теплых полов и там либо теплые полы либо и как правило могут проходить вот как раз вот в этом на этом расстоянии что вот от стены то есть задняя стенка сейфа и его где-то середина дианкер как правило проходит вот по стандарту скажем так проведения теплых труб там на бок батареям то есть они примерно как раз на 20 сантиметров от стены там отходят поэтому если такие как бы опасения есть то лучше не рисковать то есть но туда не бить а предусмотреть крепление либо заднюю стену либо в боковую либо и либо и в боковую и в заднюю но это уже как бы обговаривается и индивидуально скажем так в зависимости от места локации вашего сейфа теперь допустим потому то есть и либо он ставится на пол либо на высоте безусловно на пол сейф как бы но это это классика жанра ставится на пол то есть и на самом деле как был стандартную доставку входит установка сейфа на пол если он подымается выше то это опять же обговаривается идет индивидуально с той точки зрения что либо если стена действительно бетонная мощная и можно скажем так его подняв но пробурив предварительно отверстие подняв и сразу же его притянуть к бетонной стене это одно но бывает что стены не бетонны то есть они там либо кирпич либо я уже молчу там пеноблок газоблок на самом деле то есть и это как бы не является как бы приговором что вообще то есть нельзя как бы то есть устанавливается специально посадочное место под сейф посадочное место под сейф это делается скажем так то есть специальный угол то есть с одной и с другой стороны которые то есть предварительно и с полкой еще с дополнительным допустим армирование в разные стороны то есть вот это посадочное место оно монтируется на большое количество точек крепления то есть уже там мы говорим ни одно манкере не о двух а там монтируется примеру на 20 на 30 костылей либо анкеров то есть площадь распределяется площадь скажем так монтажа и но это нужно как бы рассматривать на начальных этапах ремонта когда скажем так еще будет дополнить потом эти пройти штукатурные работы поэтому сейф поднимается на вот эту скажем так не постамент специальный на который был установлен то есть на любую там высоту и уже крепится то есть специальными болтами то есть которого именно к этой то есть площадке болтами в тех местах где опять же до него не долезет болгарка вот так вот он крепится а потом уже штукатуры то есть все это заштукатуривают вот эту всю площадку монтажную вот эти арматуру заштукатуривают и то есть в таком случае то есть площадь уже крепление она распределяется на более ну на большое скажем так на большую скажем так площадь и крепление то есть намного надежнее чем это было бы допустим в два анкера забитые там в кирпич то есть поэтому вот так происходит а